У Гомеля открылись курсы больничных клоунов. Сирот слухачев – представители разных профессий в возрасте от 20 лет. После учебы они будут допомогать детям взмогаться с хворобами. На первом занятии побывала наша сдымочная бригада. Волонтерская группа гомельских больничных клоунов «Анино» створена в 2009 году. И сегодня этот рух набирает обороты. Подобная группа работает в Минске, а в планах волонтеров на наступный год их створение в каждом областном центре. Больничный клоун – это отказная праца, якая потребует ведение основ психологии и медицины. Усюлетнюю группу слухачев, например, залечили только 10 человек. Мытоваться у каждого своя. Головно увидеть радость у ваших хворобов детям. Я вообще по профессии инженер заинтересовалась этим, потому что что-то новое для себя, чтобы детям как-то помощь, видеть в их глазах радость, какое-то волшебство, сказку, чтобы мы поверили, и они поверили, что можно как можно быстрее получить выздоровление. Больничная клоунада накирована на худшую реабилитацию детей в лечебных установах. Волонтеры допомагают им позбавиться от стресса, выкликанного хворобой. Для этого они выкористовывают методы арт и гульнявой терапии. Научение будущих больничных клоунов складается с двух этапов. Первый включает теоретические занятия по детской психологии, правилах работы в стационаре, тренинги по актерским мастерстве, клоунаде, акробатице и жанглирование. Раз в два тыдни слухачи в сопровождении опытных больничных клоунов наведают маленьких пациентов в больницах, а так само станут удельниками новогоднего спектакля. Это главный атрибут больничного клоуна – халат. Белый халат, который очень напоминает халат врачей. И он в том числе решает проблему страхов, связанных с врачами. И что касается нашего образа больничного клоуна, то мы стараемся не использовать грим, не использовать парики. Костюмы наши максимально очеловеченные, для того, чтобы у детей не возникало страхов и тревоги, связанных с клоунами. По закончении курса слухачи отримают сертификат. Однако с оправдным больничным клоуном можно будет стать только после трехмесячного выпробовального термина. Ганна Корольчук, Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадо-компания «Гомель».